Привет, дорогие друзья, на связи Владимир Коваленко, я эксперт в области продвижения сетевого бизнеса в сети интернет. И сегодняшняя тема видео это как самостоятельно раскрутить ваш YouTube канал. Почему я решил дать эту тему, а вообще для чего нужно видео и почему это видео сейчас набирает тренд, для чего нам нужна площадка YouTube. Но первое, что хочется сказать, что видео повышает уровень продаж, то есть конверсию продаж в вашем бизнесе. Следующее это YouTube и видео любят социальные сети. Видео смотрят даже самые ленивые. Следующим моментом, что хотелось бы сказать, то что как вообще круто, когда люди сами начинают к вам приходить и оставлять заявки либо в бизнес, либо что-то хотят купить. Мы заметили, что основные ключевые партнеры к нам в бизнес пришли именно через сеть YouTube. Потому что YouTube сейчас это такая некая площадка. Кстати, она занимает второе место в мире среди поисковых систем. Сейчас люди на YouTube обращаются именно за тем, чтобы что-то найти, в чем-то разобраться. Поэтому нельзя упускать, это тренд. И в этом видео я вам расскажу, как самостоятельно раскрутить ваш канал и что нужно сделать для этого. Погнали! Итак, что же мы будем делать самостоятельно, без специалистов? Первое, что хотелось бы сказать, это создавать регулярный контент. Одно-два видео в неделю. Если вы будете делать реже, то даже при том, что вы будете подавать рекламу на ваш YouTube канал, это вам никак не поможет при его раскрутке. Поэтому регулярный контент – это самое важное и главное правило. Второе. Называйте ваше видео так, о чем сам видеоролик. И, конечно же, используйте ключевые слова. В следующий момент хотелось бы сказать, что сразу видео не публикуйте. Его нужно сначала оптимизировать и правильно настроить, а только потом выдавать сеть. А сейчас, как конкретно оптимизировать, я вам расскажу подробнее. Самые простые правила. Первое, что вам нужно, это назвать ваш видеоролик именно так, как он будет называться на вашем YouTube-канале. Следующее. Вам нужно написать описание вашего видеоролика и при этом использовать максимальное количество ключевых слов. Третьим шагом я бы порекомендовал прописать ссылки на ваши социальные сети, на полезные видео, которые вы бы рекомендовали своим подписчикам. И вообще добавьте ссылки такие, на что бы вы хотели направить ваш трафик. То есть людей, которые, посмотрев ваш видеоролик, могли бы ниже прочитать информацию, нажать и перейти. Будет это сайт, социальные сети, Инстаграм, канал Телеграм и много-много-много еще чего. Поставьте конечные заставки. То есть это те видео, которые будут рекомендоваться в конце вашего видеоролика. Теги. Теги – это то же самое, что хештеги в социальных сетях. Они помогают находить ваше видео в поисковой системе YouTube. Поэтому обязательно уделите этому внимание. И на каждом видеоролике у вас должны стоять теги. Следующий момент – это делайте подсказки. То есть есть возможность во время посмотра видео, когда ваш подписчик смотрит видео, будут выскакивать подсказки, рекомендовать видео из похожих тематик. То есть вы их можете проставлять. Таким образом, человек будет постоянно находиться на вашем канале и переходить между вашими видео. И следующее – это привлекательность. Конечно же, это заставка, то есть картинка вашего видеоролика. Это имеет большую роль и, я бы сказал, даже одну из ключевых ролей для того, чтобы ваше видео смотрели. Потому что в поиске, когда выдаются видео, то чем привлекательнее ваша картинка, чем она сочнее, где нестандартные эмоции, это влияет на кликабельность вашего видео для того, чтобы нажали и посмотрели именно ваш видеоролик. Если будет стандартно и не очень интересно, оно затеряется среди большого количества других похожих видеороликов. И это может увести у вас клиентов, партнеров в бизнес. Поэтому уделяйте, конечно же, очень большое внимание, привлекательности, обложки, которые будут показываться на вашем видео. После того, когда вы сделали эти настройки, вам нужно поставить время, когда будет опубликовано ваше видео. Лучше всего это делать в перерыве с 10 до 15 часов, то есть в обеденное, утреннее и обеденное время. Вы, конечно, можете сделать это и вечером, но вечером его тоже будут смотреть. Но что происходит дальше? Люди посмотрели, идут спать, и активность вашего ролика теряется, и YouTube это видит. Соответственно, он потом меньше будет выдаваться в поисковых системах. Поэтому используйте вот этот промежуток времени с 10 до 15. Следующим шагом, чтобы рекомендовал вам, рекомендовал раз-раз вам сделать, это после того, как вы опубликовали видео, вы должны его самостоятельно посмотреть раз 3, 10, 15. YouTube засчитывает эти просмотры. И, конечно же, самостоятельно написать комментарий под вашим видео и его закрепить. В комментариях обязательно делайте призыв к действию, чтобы люди комментировали или спрашивайте у них мнение по поводу тематики, которая была раскрыта в данном видео. Как только вы опубликовали видео, вам нужно его расшарить. Под видео есть кнопочка «Поделиться». И вам нужно везде добавить это видео, все социальные сети, которые только возможны. В Facebook, Twitter, ВКонтакте, в Telegram добавляйте видео в ваши видео, как-то базы определенные. Чем больше ссылок будет на ваше видео, чем больше просмотров будет, тем YouTube будет рекомендовать усиленнее ваш видеоконтент, который вы создали. Поэтому нажимаем «Поделиться» и расшариваем это видео везде, где только возможно. Если вы начали вести YouTube-канал, то вам необходимо сделать его привлекательным и навести порядки. Что бы я рекомендовал? Конечно же, первым делом напишите описание вашего видеоканала. То есть, вашего YouTube-канала для того, чтобы человек понимал, для чего он и чем он может быть полезен. Когда подписчик заходит, обязательно это необходимо. И также это, кстати, благодаря ключевым словам в описании вашего канала, влияет на ранжирование в поисковой выдаче. Следующее, что вам необходимо, это создать шапку красивую, значок и аватарку. Для чего это необходимо? И, кстати, шапку, шапку вы текст прописываете посредине, потому что на мобильной версии обрезается. Что бы я рекомендовал давать в шапки? Это, конечно же, если вы качаете себя, свой бренд, то обязательно ваша фотография в открытой позе, где вы улыбаетесь. Также там должно быть с вами написано, чем полезен ваш канал. И я бы рекомендовал оставлять контакты. Дальше. Следующее, что бы сделали, это создайте и разбейте категории плейлисты. Это удобно для навигации по вашему YouTube-каналу, а также, я вам открою секрет, название плейлистов также влияет на поисковую выдачу вашего канала, ваших видео. Используйте для этого ключевые слова, то есть название плейлистов согласно ключевым словам о вашей тематике вашего канала. И следующее, что бы еще сделал обязательно, это добавьте ссылки на социальные сети или туда, куда вы собираетесь также направлять трафик, на ваши сайты, социальные сети, ссылочки на вашей основной страничке. Это тоже возможно сделать, и не забудьте обязательно это внедрить. И благодаря таким нехитрой манипуляциям вы можете самостоятельно, что очень важно, настроить ваш YouTube-канал, чтобы он вам привлекал и приводил новых клиентов, делал продажи в вашем бизнесе. Ну, а если это видео было вам полезно и вы для себя что-то новое узнали, не жлобитесь, ставьте лайк, палец вверх, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео, потому что оно будет не менее интереснее, чем это, а еще даже круче. Вообще я стараюсь давать конкретику, то, что именно работает, то, что я попробовал сам, поэтому делюсь только мясом, как говорится, только мясо, только рок-н-ролл. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, а с вами был Владимир Коваленко. До скорых встреч, пока-пока.